Избирательные участки в Абхазии закрылись ровно в 8 вечера. Начался подсчет голосов. Выборы в Абхазии всегда отличались размеренностью и неторопливостью, как жизнь на центральной набережной Сухума. Тут в буквальном смысле и на голосование шли между партиями в домино. И не потому что электорат пассивен. Так принято здесь. На выборах все подтянутся. В первой половине дня традиционно самыми активными являются люди старшего поколения. Константин Панаетович к участку пришел в 7, хотя открытия в 8. Раньше, даже после войны, 5 часов начинали. А сейчас сразу рано. Сейчас поздно. Ближе к обеду подтянулась молодежь. За то, чтобы Абхазия развивалась, чтобы нас признавали другие страны, чтобы развитие мы получили, чтобы благосостояние было у всех и войны, чтобы больше никогда не было. Сейчас говорить о каких-либо результатах рано. Местный ЦИК первую пресс-конференцию с предварительными данными назначил аж на полдень. А экзит-пол в Абхазии не проводят. Известно, что явка составила 56%. А это значит, что выборы официально состоялись. За ходом голосования следили десятки международных наблюдателей из России, Германии, Словакии и Китая. Везде были 3-4 наблюдателей от разных кандидатов. Мы спрашивали, есть ли какие-нибудь жалобы кандидатов. Нет. Нигде не было жалоб. Везде выборы проходят спокойно. Надеемся на то, что кто бы ни был избран, все участники выборов признают эти результаты, не будут делать попытки, как это иной раз бывало в Абхазии, возбуждать страсти. Такого в Абхазии еще не было. На пост президента претендует сразу 9 кандидатов. Главными претендентами политологи считают действующего главу республики Рауля Хаджимбу, Олега Аршбу, бывшего министра иностранных дел, экс-секретаря Совбеза республики Астамура Тарбу и председателя партии ветеранов грузино-абхазской войны Алхаса Квицинию. Изначально выборы в Абхазии должны были состояться 21 июля. Но из-за болезни оппозиционного кандидата Аслана Бжаня и требований его сторонников дату сместили на август. Бжаня, правда, так и не выздоровел, его фамилия в списках кандидатов так и не появилась. Избирательные участки были открыты не только на территории Абхазии, но и в России, в Москве и Черкесске. Чтобы стать президентом, кандидату нужно набрать больше 50% голосов. Если этот порог никем не будет преодолен, Абхазию ждет второй тур. Его должны будут провести через 14 дней после официального объявления результатов этого голосования. Сергей Пикулин, Сергей Александр Полянский, Сергей Тащиев, НТВ, Абхазия.